Георгий работает юристом уже 16 лет. Свою карьеру служителя Фемиды мужчина начал сразу, как только получил диплом. Сейчас он президент правового центра. Считает, нашей стране надо еще как минимум 100 лет, чтобы привить общество в юридическую культуру. Я полагаю, что это неправильный посыл к обществу. Президент не может говорить, кто в обществе является бесконечным, чьи специальности являются нужными и ненужными. Конечно, там ведется статистика на тысячу человек. В некоторых странах и 10 юристов есть, и больше, и меньше количество юристов. Но в нашей стране точно мы отстаем от других стран по количеству юристов. А вот Максим зал судебных заседаний променял на танцевальный. Уже два года он преподает сальсу и довольно успешно с этим справляется. Круг на друга, отолкнув диагон и раз. Вы должны договориться, сначала я не допустим. В качестве юриста Максим тоже добился больших успехов. Он даже был начальником юридической фирмы, но со временем к профессии охладел. Учитель по танцам, теперь еще и бизнес-тренер. Но о своей специальности отзывается тепло. Считает, истинных юристов стране не хватает. Я считаю, что юристов должно быть много. Готовить их должны в специализированных учебных заведениях. И отбор туда должен быть очень сильным. Если он имел в виду это, то я согласен. Если сократить везде и всюду, то не согласен. В городском центре занятости рассказывают. Работу сегодня ищут сотни юристов и экономистов. Но спрос на них невелик. Зато в нехватке инженеры. Специалистов по точным наукам разбирают, как горячие пирожки. У нас сейчас каждый вуз, если мы посмотрим, то есть они готовят и менеджеров, и экономистов, и юристов. То есть такое количество выпускающего контингента, конечно, на нашем рынке не востребовано. Сейчас в России юристов и экономистов готовят полторы тысячи вузов. В Уральской юридической академии признают проблему, но сокращать количество мест пока не собираются. Заверяют, что их студенты не страдают от нехватки работы. Татьяна Задорина, Алексей Поляков, Вести, Екатеринбург.